приветствую вы слушаете антон кознецова и смотрите телевидением без врата т.в. и сегодня у нас тема два вида знаний нумерологии или два подхода к науке ведическая нумерология какой-то мере это можно сказать что какие бывают два типа книг дающие знания нумерологии и мы будем рассматривать на примерах на примере уже существующих книг взяв одну книгу по нумерологии вы ее открываете и там будет написано такая информация нужно взять число вашего месяца рождения посмотреть соответствующую таблицу которая его описывает и там будут все про вас сказано то есть там будет описано какой вы человек кто вы есть допустим вы родились 11 числа 1 плюс 1 это 2 поэтому если мы приводим ключевому числу ваше число рождения или число врожденной природы сути духа это 2 когда мы должны открыть вторую таблицу будет написано информация о людях родившийся 2 11 и 20 числа ваше число сути то есть вашего духа это 2 ваша благоприятная планета это солнце ваши благоприятные числа это один и два неблагоприятные цифры для вас это 8 и 9 ваши благоприятные числа в месяце это 1 2 10 11 19 20 и 29 они благоприятные даты дни месяце это восемь девять семнадцать восемнадцать двадцать шесть двадцать семь если вы ищете себе партнера для отношений бизнеса и брака тогда они должны были родиться в такие дни месяца 1 5 6 7 10 14 15 16 23 24 25 28 но наоборот люди родившиеся 8 9 18 18 18 26 27 числа месяца неблагоприятны для вас как партнеры если вы хотите сделать какое-то важное действие начинания например новый проект вступить в отношения или подобное то лучше это сделать 1 3 6 10 12 15 21 24 28 или 30 числа месяца и не стоит делать ничего важного 4 5 7 8 9 16 18 18 22 23 25 26 и 31 числа благоприятные то есть счастливые цвета для вас это палевый бежевый кремовый серебряный и белый они благоприятные числа цвета для вас это черный и красный вам подходит название имена то есть название города номинования марка чего-то это такое слово буквы которого в сумме дают цифру 1 2 металл благоприятный для вас это серебро или его подобия а благоприятные дни недели для вас это понедельник и воскресенье ваши лучшие годы жизни это второй год от рождения 11 20 29 38 47 56 65 74 83 и 92 оптимист если доживем в ведической традиции вам благоприятствует такая и что дэвата как парвати это даже наши вы наверно вот а в прославянской традиции это живо она же лада в каждом году для вас благоприятный интервал интервал это с 20 июня по 27 июля и теперь драгоценные камни благоприятные для вас это жемчуг горный хрусталь и его аналоги и так человек может потом расширить эту информацию добавив не только ключевое число даты его рождение как номер дня в месяце а добавить туда месяц рождения год рождения соедините все вместе опять же это все привести к цифре от 1 до 9 это будет второе ключевое число тогда можно найти информацию для тех людей которые родились скажем одиннадцатого числа но для которого его второе число вторая цифра 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 природы число судьбы будет иметь девять вариантов и тогда можно найти еще более точную информацию просто легко удобно как это дешево удобно и практично и не нужно знать почему именно так есть готовые ответы вы можете себя проконсультировать вы можете проконсультировать кого угодно если он спросит почему это так но так написано в книге вот а книга это источник знаний и таких книг большинство это один вид обучение один тип консультирования один способ познания он называется информационный для него мы применяем интеллект и память ну как минимум умение читать складывать знания арифметики и мы должны помнить и правильно пользоваться источником информации правильно найти ключевую цифру правильно найти таблицу и правильно из нее зачитать эту информацию точно также мы должны это все сделать не только для себя а для того кого мы консультируем и как мы зайдем в себе почему это так ну да действительно почему это правда ну наверно потому что эта книга авторитетная этот автор авторитет на ему можно доверять можно проверять с другой книгой если написано в трех книгах то же самое это значит общеизвестная и скорее всего правильная информация кажется что большинство же не может быть неправым посмотрим это информационный интеллектуальный и сам распространенный подход к консультированию обучению познанию к получению знаний другой подход мы открываем книгу и там написано что дух рождает мужчин а материя рождает женщин женщина знает долг а женщина мужчина знает долг а женщина дает плод долг вызывает служение и преданность а плод вызывает любовь и радость служение ведет к высшему а любовь ведет к наслаждением высшая сила объединяет с родой а наслаждение объединяю с природой род исходит из света природа исходит и тьмы и эта пара это 0 и 1 2 2 главных цифры две главных сути которые создали все в том числе первую цифру 1 которая складываясь давала последующие потому что 2 это 1 плюс 1 а 3 это 1 плюс 2 как бы вроде бы книга по нумерологии но в то же время книга по философии по мировоззрению она говорит о высших силах и наверное через нумерологию можно понять бога мы смотрим на проявление и понимаем кто это все создал мы видим последствия знаем причину мы видим создание и знаем кто его создал мы видим творение и догадываемся о творце и мы видим вселенную и понимаем что есть создатель творец вселенной и это бог и эта книга говорит о нумерологии в контексте философии мировоззрения принципов высших самых глубоких принципов и далее зачем нам это знать есть фундамент нумерологии нумерология используют числа числа основаны на цифрах цифры созданы 1 цифра 1 а в отсутствие это было ноль пустота и взаимодействие света и тьмы нуля и единицы духа и материи показывают творение и принципы мироздания это принципы света и тьмы принципы единства и множественно принципы ну бога рода и природы или принципы духа и материи или сознание материи таким образом каждая цифра соответствует одному исправлению высшей силы от света до тьмы и получается что нумерология основана на графах как вот этих вот 9 9 силах или девяти этапах осознания и получается что каждая цифра это графа таким образом если мы знаем графе а тем более знаем не как информацию о них а имеем их опыт можем прочувствовать каждую графу знать ее сути качества и так образом знать суть и качество каждой цифры и далее понятно что есть цель нумерологии отвечать на вопросы интерпретировать знамения подсказывать благоприятные цифры числа и другие явления которые связаны с исчислением счетом номерами вот помочь понять врожденную природу человека как контекст и сути так и в контексте судьбы вот но нумерология начинается с чего с понимания каких-то первичных принципов это постулаты или аксиомы и первый постулат что что такое жизнь это когда из ничего появляется что-то это из нуля возникает единица это великое ничто пустота шуния принцип пустоты это до начала творения а при творении возникает что-то одно единственное возникает ощущение я есть это цифра один это субъект это я и это же краха суя таким образом есть можно сказать философская или научная основа нумерологии и далее если мы ее поймем прочувствуем осознаем увидим вот тогда мы узнать что такое цифры где они применимы допустим там в молитве медитации то есть духовной практике надо ли использовать цифры надо ли считать там количество повторений молитвы или допустим мы готовим еду нужно ли считать измерять граммы если мы кормим ребенка сколько маме давать ему грудь по времени по весу или объему грудного молока или по каким-то другим ощущениям то же самое там как создался ребенок секс зачатие или как проявляются другие субъективные ощущения красота гармония музыка там есть цифры или нет там нужно что-то считать или нет таким образом если мы видим философскую основу мы знаем что есть точные науки где нужно считать и важное количество то есть числа цифры и их сути и где считать не нужно там насыпать специй на глаз по ощущениям вот кроме того чтобы лучше понять философскую основную логина нужно знать какие есть реальности жизни человека их 4 и нужно знать какой реальности относятся цифры ну и числа и не созданный и если вопрос знамение там потребность человека его нужда проблема не относится к той реальности в которой есть цифры тогда нумерология скорее всего в этой реальности нам и не поможет как бы можно отличать те вопросы которые решает нумерология и где она эффективна и знать те вопросы где не нужно ее применять потому что она там не является инструментом кроме того почему после 9 идет 10 которые тоже единица потому что есть цикличность то есть циклы после 12 часов снова это первый час после 9 9 в нумерологии это снова единица таким образом это циклические по последовательности это все зациклено это все идет по по кругу можно сказать по колу то есть q кола цикл круг это одно и то же явление когда что-то повторяется с определенной периодичность таким образом многие показывают периодичность последовательность вот и тогда мы должны понимать что она связана с исчислением времени и номера дней в месяц и по циклу повторяются точно также номера месяцев повторяются по циклу внутри одного года далее если мы понимаем что цифры их 9 соответствуют графом как высшим силам как божественным сущностям или сущностям сознания тогда зная графу мы можем сказать суть каждой цифры несмотря в него то есть мы понимаем эту основу и потом откладываем книгу и зная эту основу можем понимать суть и качество любого числа мы знаем что есть женские цифры то есть впитывающие применяющие накапливающие и мужские цифры и числа активы распространяющиеся излучающие воздействию из себя что-то выдающие есть светлые числа и темные числа потому что есть светлая граха и темная граха максимально и между ними диапазон остальных грах это просто мы понимаем принцип и потом не надо куда-то смотреть чтобы знать что же в себе несет эта цифра и все числа которые для которых она является ключевой кроме того как что для меня благоприятно что нет какие цифры мне подходят какие не подходят как узнать какие цифры между собой дружат и враждуют если понимаю что цифры это проявление граф когда я понимаю природу каждой графе и знаю кто с кем дружит допустим сурья будет дружить с гору тогда один дружит с 3 и 3 дружат с 1 а это же сурья не будет дружить страху тогда 1 и 4 или 4 1 между собой не дружат я это помню нет я просто понимаю какая суть стоит за цифрами какие силы то есть сущности графе их создали ну и понятно что есть диапазон между светом и тьмой это диапазон между сурья и кету это диапазон между самой светлой и самой темной цифрой тогда когда я хочу описать человека я знаю что он родился 11 числа это 2 я понимаю что это проявление графе чандры и я не долго и что он конечно там как как чандра он как мама да не какие-то банальности не надо говорить примитивности но допустим если вот число 2 она соответствует графе чандра то есть божественной матери это та сила которые помогают всему окружению тогда-то человек будет восприимчивый интуитивным природным естественным стараться заботиться об окружении у него будет текущее ощущение как течет чандра если это есть какое-то знамение и в этом замене есть цифра 2 тогда человеку хотят напомнить о его восприятии о его опыте высшего о приенности о чувствовании и о природе а естественности о духе природов у матери о земле материнских сил и к тому подобным нужно обратить внимание свое восприятие то есть чувствования можно сказать на душу и есть много других знамений откуда это здесь написано это можно не запоминать не зачитывать а просто понять это знамение от чандры и так далее по всем графам потом если есть два числа 1 и 2 1 и 3 и 1 и 4 они не складываются потому что это два разных числа их нужно складывать тогда мы можем знать взаимоотношение между числами по взаимоотношению между графами или как бы их соединение комбинацию юти это будет нечто другое то есть просто суре это один а суре вместе чандрой это соединение духа и души это соединение рода и природы соединение неба и земли света и его отражение отца и матери бога и природы центра и периферии сути и окружения и это совсем уже другое значение то же самое если это не касается числа сути то есть врожденной природы духа а касается числа судьбы то есть окружение и опыта жизни точно также можно понять как в окружении человек получает через цифру или число 2 то есть через чандр через свое восприятие и силу чувствования более того если мы понимаем этот постулат и эти принципы можем использовать нумерологию очень мощно как способ ну можно сказать иррациональных ответов как гадание как систему гадания или систему предсказания мы же считаем почему-то считаем джотиш предсказательной наукой хотя может быть это гадательная наука нумерологии можно использовать этот магический способ мистическую возможность узнать ответ через ответ от высших сил как он вам шаманский йогический тантрический я спрашиваю мне дают ответ каким-то числом али или просто цифры это но до девяти едва правильно интерпретировать ответ откуда я знаю как правильно то есть допустим там был какой-нибудь вопрос когда что-то произойдет или какая будет завтра курс валюты или к его завтра погода или покупать мне бизнес продавать ли мне магазин строить ли мне дом продавать ли мне машину как мне интерпретировать например ответ 2 если этого нет книги вопрос же может быть любой я убросаю кубики специальные кубики не шесть сторон а 10 я бросаю кубик и там 10 цифр 10 сторон 9 цифры 0 0 значит нет ответа я бросаю приходит ответ 2 и что начать 2 в контексте курса валют погоды покупки продажи действия ли решения если я понимаю что 2 это чандра и знаю сути качества чандры я понимаю как этот ответ от высших сил интерпретировать гадательно-предсказательный йогическо-тандрический шаманско природный то есть скорее всего ответ ну как бы нет лучше не надо но полагайтесь на ощущение на восприятие на чувствование но сказать на душу но в каком-то контексте чандры то есть грахи вот и это будет нелегкое для души решение и опыт отразится в вашей душе может быть даже придется немного пострадать душой и в контексте любого вопроса я могу уже правильно подобрать соответствующий и адекватный ответ вот и теперь какие книги относятся к первому типу то есть информационные интеллектуальные и какие книги относятся ко второму типу дающие постулаты и аксиомы дающие фундаментальные принципы и описывающие законы которые есть и в мироздании и в нумерологии которая хочет объяснить это мироздание и использовать практически те указания знамения и информацию полученную из окружения вот есть такая книга ведическая нумерология тандра джокиш который объединяет эти два подхода для тех кому нужна только информация она есть конце это готовые таблицы бери и консультируй сам себя прочитай и проконсультируй кого угодно и есть фундаментальная то есть как сказать ну теоретически обычно говорят но подумают что это какая-то теория учения предположения то есть теоретическая как вот постула постулатная часть там где аксиомы и законы и принципы их применения это фундаментальная как бы зерно знаний которое небольшое которое легко понять там почти нечего запоминать это просто можно прочувствовать и осознать и используя это потом уже не применяя книгу видя какие-то цифры или числа можно понимать их суть их качество их указания их проявления их знамения и все остальное наверное чтобы это было такое целостное обзор я прочитаю пример интерпретации цифры 2 то есть людей у родившихся 2 11 20 если мы уже как бы на это обратили внимание и вы сравните это с теми источниками информации которые у вас есть и будет небольшое домашнее задание цифра 2 соответствует грахи чандры это сила восприятия и чувствования как и пробуждать мы знаем из отдельного курса джотиш и грахи в джотише ее представители это ну что-то воспринимающие воспринимающий ум манас вода которая впитывает люди которые воспринимают публика слушатели это помощники множество это какие-то заботливые сущности этот что-то периферия вокруг центра допустим мягкие ткани тела вокруг моих костей или это луна как спутник чего-то вот и теперь если мы понимаем суть тогда какие ощущения от чандры и такие же ощущения будут от цифры 2 открытость восприимчивость чувствование может быть тонкое восприятие текучесть может быть даже изменчивость потекучесть прежде всего принятие напитывание впускание умение быть спутником умение помогать и нужда в центре вокруг которого собирается все тогда если мы говорим что это уже цифра 2 нумерологии какие положительные будут ее результаты тенденции проявления восприимчивость чувствительность видение воображения в том числе фантазия интуиция тонкое восприятие впечатлительность естественности природность и наверное даже верности преданность или потенциал как а какие будут отрицательные тенденции цифры 2 нумерологии сверхчувствительность то есть болезненная чувствительность или гиперчувствительность чрезмерная заботливость чрезмерная реактивность реакция может быть даже уязвимость болезненное чувство справедливости и какая-то склонность чрезмерным чувствованием ощущения может быть неспособность контролировать свои чувства или свои действия на основании чувств и так задание узнать какому типу книг знаний способов познания относится такая интерпретация на этом на сегодня все благодарю вас за понимание вы слушали антона кузнецова смотрели телевидение ветра т.в. у нас была тема какие из два подхода к нумерологии как интерпретирующий предсказывающий и консультирующий науки и мы узнали два самых распространенных и эффективных способов из известных нам до следующей встречи